Господин председатель, после голосования по проекту резолюции, который был представлен Малайзией, с автором которого были многие другие пострадавшие страны, в том числе моя страна, это страны, чьи граждане погибли. Проект резолюции был также поддержан многими членами Совета безопасности. После этого голосования я хочу еще раз заявить о нашей солидарности с Австралией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, нашими партнерами в совместной следственной группе. Наши судебные органы делают все возможное, чтобы пролить свет на обстоятельства уничтожения малайзийского самолета, выполнявшего рейс МАШ-17. Необходимо, чтобы выстрожествовало правосудие. Это наш долг перед семьями, перед близкими жертв этой трагедии. Мы предложили сегодня Совету создать международный трибунал. Это позволило бы нам обеспечить достижение этой цели. Тем не менее, несмотря на прочную юридическую основу и несмотря на широкую поддержку этого проекта, нам не удалось прийти к согласию в рамках Совета безопасности, и мы, безусловно, сожалеем в связи с этим. Но мы должны сохранять настойчивость, чтобы выстрожествовало правосудие. Это ответственность, которая на нас лежит, наша ответственность перед жертвами и их близкими. Наши пять стран разделяют эту ответственность так же, как и другие скорбящие страны. И все страны, которые так же, как и мы, считают, что безнаказанность в этом вопросе не только недопустима, но и, более того, может иметь катастрофические последствия для международного мира и безопасности. Мы готовы пойти вперед, готовы усилить наши контакты, нашу работу, как это требуется в резолюции 2166. Необходимо, чтобы все государства полностью поддержали усилия по установлению виновных. Это нужно делать на основе полного уважения закона. Это необходимо, чтобы почтить память жертв. Это необходимо для близких жертв. И при этом нельзя допускать никакой политизации. Мы приветствуем прогресс в международном расследовании по безопасности гражданской авиации под Эгидой Као. Совместная следственная группа, в которой участвует и Бельгия, продолжает свое расследование. Эта группа действует объективно, полностью независимо. Она опирается на сотрудничество всех заинтересованных сторон. Мы должны сделать все для того, чтобы это необходимая работа. Это затем привело к судебному разбирательству на благо жертвы их семей. Нельзя, чтобы восторжествовала безнаказанность. Это будет вызовом верховенству права и человеческому достоинству. Спасибо. Спасибо. Я буду дальше.